Это видео нам прислали из деревни Калиновка. На нем видно, что местные жители складируют крупногабаритный мусор вопреки правилам, прямо рядом с контейнерами, полагая, что это совершенно правильно. Но, увы, это не так. Несмотря на то, что отходы коммунальщики увозят постоянно, крупногабаритный мусор просто не помещается в эти контейнеры. Поэтому он остается здесь лежать еще долгое время, пока за ним не приедет специализированная техника. А это происходит уже реже. Как мы видим сейчас, за прошедшие сутки мусор убрать успели. Но в основном крупногабаритный мусор долгими днями лежит на свалке, а к нему добавляется все новый. Что доставляет неудобства тем, кто живет в непосредственной близости от этого места. Занятие это не такое уж и безобидное. На тех, кто складывает крупногабаритный мусор рядом с обычными бочками, накладывается административное взыскание. Для Москвы и Московской области оно составляет 5000 рублей штрафа для физических лиц. Но многие надеются на авось и руководствуются простым принципом. Не пойман, не вор. Конечно, охоту за этими людьми никто специально не устраивает. Хотя на съемках прекрасно видно номера машин, и правоохранительные органы вполне могут заинтересоваться нарушителями. По правилам, крупногабаритный мусор можно выбрасывать только в специальные контейнеры, о наличии которых поблизости можно узнать в управляющей компании. По сути, у тех, кто хочет цивилизованно утилизировать крупногабаритный мусор, есть три варианта действий. Первое – это разобрать или распилить, например, большой шкаф на несколько небольших частей. Второе – отвезти мусор в пункт утилизации самостоятельно. И третье – вызвать специализированную компанию. Но тогда за эту услугу придется заплатить. Правда, как нам сообщили в одной из организаций, стоимость вывоза мусора куда меньше штрафа. А чистая совесть – это вообще бесценно. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.